Всем добрый день! Сегодня я продолжаю свой рассказ о выставке век 19 изменчивая мода от ампира до модерна. Выставка проходит в музейно-высночном центре рабочей колхознице до 20 апреля. Сегодня мы с вами пойдем в зал бактерианского периода, который представляет коллекцию 60-70-х годов 19 века. В самом начале немножко повторюсь, только скажу, что в основе экспозиции представлены платья, обувь, аксессуары, корсетные изделия, кринолина, тюрнюры из частных коллекций. Более подробно я рассказывала в самой первой части обзора этой выставки. Итак, первая половина 1860-х годов. Силуэт начал формироваться кринолиновой клеткой, кажей устройством, появившимся во второй половине 1850-х годов и состоявшим из стальных обручей, оплетенных нитью и скрепленных вертикальными клопчатобумажными лентами. Кринолины клетки, избавлявшие от необходимости использовать несколько тяжелых нижних юбок для получения модного силуэта, позволили юбкам платьев достичь наибольшего обхвата. Они были доступны по цене, и это создало моду, которую носили во всем обществе, и которая часто становилась предметом злых насмешек, поскольку женские юбки занимали все больше места на тротуарах, скамейках и в залах. Каркасные юбки под своими платьями носили не только девушки, женщины, пожилые дамы, но и маленькие девочки, и даже мальчики, которые до определенного возраста одевались в платье и юбке с блузами. Общество погрузилось в беспросветную кринолиноманию. Но постепенно силуэт юбки меняется, постоянно корректируется форма производимых кринолинов, которые от круглого купола к 1865 году приобрели форму конуса, слегка вытянутого назад. Каркасные юбки, кринолины и тюрнюры были неотъемлемой силуэтообразующей частью в женском костюме от середины 1850-х и до конца 1890-х годов. А кто первым создал каркасную юбку, доподлинно неизвестно. Ну и вот перед нами платье 1861 года, шляпка с миниатюрными полями, рукава пагоды и большой объем юбки поддерживаются широким каркасным кринолином. Огромные юбки прогулочных платьев начинают драпировать поверх нижней юбки из белого хлопка, используя специально разработанные для этой цели системы прихватов, шнуров и креплений. Делалось это потому, что нет ничего безобразнее подола, загрязненного прогулкой по тротуару. Конечно, важны были и практические соображения. Химчисток не существовало, а платье из шелка, к тому же окрашено нестойкими красителями, было-то не принято стирать. Вот это вот верхняя обувь из вельвета, которая одевалась прям на легкие туфли в холодное время года. В первой половине 1860-х годов верхней одежде предпочтение по-прежнему отдавалось шалям, тем более, что широкие юбки были идеальной поверхностью для демонстрации большой кашемировой шали. Но к концу десятилетия чаще стали носить жакеты. Пальто, жакет длиной три четверти имел свободный рукав и мягко трапировался от плеч до подола. Еще одним вариантом были огромные ротонды, которые обычно отделывались кистями и тесьмой. Особенностью мужской одежды 1860-х годов был свободный кроссер туков и пиджаков с длинными полами и широкие брюки-трубы. К концу десятилетия общий силуэт становится еще более стройным, а полы укорачиваются, причем эта тенденция сохранится и в 1870-е годы. В связи с изменением силуэта юбок, юбки были широкими, корсеты укорачивались, поскольку под широкими каркасными юбками не было необходимости ограничивать бедра. В целом в этот период корсеты могли не туго шнуроваться, из-за огромного размера юбок далее казалось маленькой. Оденные сорочки были двух сортов, нарядные и простые. Первые делаются на вышитой кокетке и обшиваются кружевом, а другие последние на вышитой или гладкой обшивке. И у тех, и у других рукава очень короткие. Вот на этом рисунке на даме последовательно надет комплект нижнего белья. Денная сорочка с короткими рукавами, буфами и панталоны, в которой заправлена нижняя часть сорочки. Корсет с разъемной планшеткой-бюском на металлических застежках и низ кринолина скрыт нижней юбкой-оборкой. В 1866 году происходит небольшой переворот в моде. Причёски сзади поднимаются вверх, открывая шею, уменьшаются головные уборы. Линия талии начинает подниматься, создавая эффект короткой талии. Повседневный кринолин продолжает сокращаться в объёме. Небольшие кринолины носили с укороченными прогулочными платьями, что позволило очередной раз выставить уличную обувь на всеобщее обозрение. Широкие кринолины оставлены только для вечерних бальных платьев и для больших визитов. С 1867 по 1868 годы каркасный кринолин уменьшился ещё больше. Уменьшенный кринолин был признан удобным и ещё несколько десятилетий существовал как средство, позволяющее сформировать требуемый объём юбки модного платья. И постепенно в употребление входит полукринолиной нижней юбки с вшитыми усердными обручами в виде дуг, поддерживающий объём юбки только сзади. В конце 60-х годов XIX века объём юбки начал смещаться назад, что стало отходом от круглых юбок. Эта тенденция в полной мере проявилась в 1870-х годах, когда акцент в одежде был сосредоточен на задней части тела, где из драпировок формировался пышный пуф. Внешние платья этого периода представляли собой взбитые воздушные кондитерские и изделия, украшенные слоями оборок, складок и фистонов. Многие из них имели юбки с хвостами и длинные лифы, которые драпировались по бёдрам. Такие платья часто называли платья в стиле полонез. Продолжение следует... 1870-е годы в мужской моде, особенно в России, характеризуются демократизацией костюма. Купцы, служащие, ремесленники и даже рабочие начинают одеваться по моде или близко к моде. Несмотря на сохранение основных кроев костюмов, в 1870-е годы мужской силуэт уменьшился и стал более изящным ко сравнению с мешковатыми фасонами 1860-х годов. Цитата из журнала «Модный магазин» 1873-й год. «Кринолинов больше не носят, это положительно, то есть не носят прежних безобразных баллонов, но все-таки надевают снизу узкую юбку из плотной ткани, белую или красную, без всяких пружин спереди и с несколькими пружинами сзади, которые образуют тюрнюр». Тюрнюры были разнообразны – длинные или короткие каркасные конструкции из металлической пластины или пружины, жесткие оборки, задающие форму и объем, выполненные из ткани на конском волосе, на плотном растительном балакне или из накрахмаленной марли в виде подушек, наполненной ватой, пухом или конским волосом. Новый фасон женской моды второй половины 1870-х годов требовал более строгих корсетов. Корсеты немного удлинились по бедрам, чтобы зафиксировать тело в модном силуэте. Продолжение следует... Модные туалеты делаются все более и более обтянутыми, и особы, следящие сильно за модой, придумывают разные комбинации, чтобы казаться по возможности стройнее. Для этого даже белье подверглось некоторым варианциям. Парижанками введено в употребление чемис-панталон, соединение обеих неизбежных частей туалета, которые кроятся по возможности по фигуре из тончайшей материи. Журнал «Модный свет» 1877 год. Продолжение следует... Конечно же, на такой выставке рассказывается больше о женской моде, о женских платьях, нарядах, обуви. Но сейчас мы с вами в мужской комнате. Утром и даже в течение дня в домашней обстановке мужчины обыкновенно носили халаты или шлаф-фрок. Их шили из цветных шелков, бархата, отделывая воротники и обшлага шелком других расцветок. Теплые халаты подбивались ватой и украшались меховой опушкой. Халаты носились с турецкими фесками, мягкими татарскими вышитыми сапожками и чигами, домашними туфлями, вверх которых часто вышивала супруга по шаблонам из модных журналов. Богатые люди с халатами носили панталоны или шаровары. У помещиков средней руки халаты перешивались из старых шелковых и кашемировых платьев и шалей их жен. Самыми скромными были суконные и байковые халаты. В России дома носили архалук, мужской просторный кафтан, напоминающий короткий халат. Он имел прямой крой с широкими рукавами, пришитыми ниже линии плеча, без застежек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok